Вам говорят «Займитесь сразу оформлением». Это вредный совет. Почему? Я вообще рекомендую заниматься названием канала окончательным, когда у вас на канале уже будет 10, а лучше 20 роликов. То же самое будет с оформлением, потому что вы начинаете заморачиваться не контентом на вашем канале, не тем, какие качественные ролики будут, интересные будут, целевая аудитория ваша, да, а начинаете там шапку разрабатывать, там месяцами бывает доходит, да, обложки, описание там под это, как его, там выбираете, там идете к фотографу фотографироваться, там какие-то обложки, там начинаете, вы еще покупаете, вам говорят «Займитесь сразу». А вот, кстати, там есть курс нашего партнера и купите курс и сами научитесь рисовать эти обложки. И вы, как недалекие люди, идете покупаете этот курс, начинаете сами творить там эти обложки, оформление. Оформление вас никто не обманывает. Оформление важно, но это надо делать, когда вы уже поймете, какой у вас концепт канала, какая у вас аудитория. Потому что, если у вас дети, то вам нужно все яркое. Если у вас бизнесовая аудитория, то вам необходимо, там, делать минимализм и было понятно в шапке, что было написано там, да. Если у вас, там, допустим, какой-то предмет один, то надо его занести в обложку, в шапку, там, логотип какой-то. Если у вас бизнес-анала, там, другая списка. Что делать? Потому что я все время ни разу, ни разу не видел, чтобы с первого раза сделали оформление и оно осталось через полгода. Почему? Потому что со временем меняется ваш контент, меняется ваше понимание, меняется ваша аудитория, меняется понимание вашей аудитории, да. Когда будете делать контент, вы будете анализировать конкурентов. И вы просто поставите 20 ваших конкурентов и поймете, какие у них шапки, какие у них обложки, какие у них названия, а почему так, а почему успешно, там, да. Потом будете анализировать свои обложки на CTR ваших значков, там, да, в этом формате и уже спустя вы придете к какому-то единому стилю, такому сообразному брендбуку. Это важно. Понимаете? Выводы. Коллеги, занимайтесь оформлением только тогда, когда будете уже понимать концепцию вашего канала, когда будете понимать вашу аудиторию, когда будете понимать анализ конкурентов, когда будете видеть, почему и понимать, почему у конкурентов так. Когда найдете, вот грубо говоря, пока вы будете снимать 20 роликов эти свои, да, отлаживайте там по 500 рублей в неделю. Спустя 10 рублей у вас будет 5000 рублей и вы сможете купить баннер и 10 обложек или 20 обложек для вашего там, да, уже у вас будет полная картина главной страницы вашего канала, потому что вы изначально заморачивались. Почему? Потому что людям, которые вы купили у них курс, им выгодно продать еще дополнительный курс по оформлению, либо продать услуги своих вот дизайнеров, которые оформляют каналы там, да, ну потому что вы же пришли, важно оформление. Он такие, да, важно, важно. И вы там наделали всего этого, ну или там кто-то другой, даже не понимая концепции вашего канала, сделал вам обложку. Как правильно оформление? Оформление должны заниматься маркетолог и дизайнер. Они должны, проанализировав конкурентов, понять, что надо донести в баннере вашего канала вашему зрителю, вашей целевой аудитории. Что надо в обложках, какая у вас там аудитория и насколько она готова читать обложки, да, проанализировать эти обложки, насколько они дополняют ваши заголовки, да. А это все можно сделать только когда уже у вас есть какой-то контент. Не занимайтесь ерундой, не делайте оформление канала, когда у вас еще нет канала. Вы этим самым просто, это называется допродажа, то есть вы купили курс, ну, да, и вам тут же предлагают, а вот услуги наших дизайнеров, а вот еще курс можешь сделать, не хочешь дизайнеров, вот ты сам научись, купи недорого тысячу рублей со скидкой, да, и вы раз и купили, и раз и не, нет. Поэтому вот так. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.